Привет всем! Сегодня хотел бы показать вам состояние Land Cruiser 120 где-то 2006 года на 2022 год. Что, как он выглядит, какое состояние. Машина была в одних руках и в принципе можем судить о таком небольшом пробеге. То есть человек ее не эксплуатировал, ездила женщина. Поэтому можно судить о том, что ее в хвост и гриву не, так сказать, гнали. Смотрите, что мне здесь вообще сразу бросается в глаза. Посмотрите на вот эти вот арки. Это вот такая вот ржавчина, которая без обработки превратилась вот в такое вот ржавое пятно. То же самое видно здесь на этой арке. Там видно вот снизу. Сейчас поднимем машину и посмотрим ее снизу. Сзади как-то более-менее ничего. Вроде как и красиво. Двери. Двери видно по ручкам уже начали. Здесь у нас красиво все. То есть не видно ржавчины. Вот уже пошли пороги ржавые. Дальше открываем. Ну начали уже чуть-чуть свести двери. Там видно. Что касается переда. Переда тоже уже. Тут жопа полная. Вот здесь вот все ржавое. Тут пистоны ржавые. Ну то есть то, что ржавая сама по себе рама, это уже понятно. Болтается привод подвески пневматической жесткости регулировки. Там он все ржавое. Тут все ржавое. Ну в общем-то вот такая вот машинка. Сзади по ракам еще ничего. Сейчас посмотрим. Двери. Сами двери тоже ничего еще. Здесь уже начинается жопа. Там уже пороги ржавые. Под этой пластиком началось уже ржавчина. Двери еще целые. А с поднимем снизу посмотрим. Смотрим состояние кузова. Ну я бы сказал, что это пиздец на самом деле. Потому что кузов ржавый в холомину. То есть никакого антикора не было. Вот так выглядит 120-й Крузак. Года 2006. Амортизаторы. Которые вообще вата. Там вот дальше. Видно кузов. Второй амортизатор. Такой же. Тут что-то отвалилось. Пороги. Смотрите. Вот такая вот. Называю ковровая ржавчина. Вот что с этим делать. Песка струить. Рама еще только начинает. Ну защита хрен с ним. Но вот что касается самого кузова. Конечно это жопа. Вот такая вот. 120-й. Там кто-то говорил, что муравчик не слишком хорошо выглядит. Он охуительно выглядит. Если сравнивать с этими машинами. Рама. Ну рама еще походит. Рама-то вся защита гнилая. Вон. Под арками видно все гнилое. Радиаторы целые. Хотя их может уже меняли. Защита вся. Тоже вата еще. Ну вот. Вот такое вот состояние. Вот такой вот автомобильчик. Не знаю даже. Стоит ли такую машину покупать или нет. Вот вообще. Как вы думаете. Вот что с ней потом делать. То есть по кузову. Блин. Пиздец. По ходовой все классно. То есть подвеска довольно простая. То есть даже эти амортизаторы. Ну с амортизаторами конечно с пневмоподвеской всегда были вопросы. Все как бы можно потерпеть. Что-то сделать. Ну с кузовом. Ну вот кузов что. Пока он насквозь не прогниет. Пока она не упадет просто на раму. И не будет там лежать. Поэтому обычно я не рекомендую покупать машины. 2006 до 10. Лучше до 12. И уже если брать или действительно искать старый автомобиль. С более хорошим. Ну с более хорошим состоянием. Или же более свежий автомобиль. Тоже в более хорошем состоянии. Но как бы в принципе когда человек сидит в салоне. Он всего этого не видит. И он в принципе ездит. Ну как бы ноги не вываливаются. Машина нормально едет. Пока вот она реально уже насквозь не прогниет. А так как здесь несущая рама. То в принципе ездить она будет долго. Пока тут не провалится уже что-нибудь насквозь. Это конечно будет беда механику все это ремонтировать. Но со временем Toyota превращается в такой кусок ржавого монолита. Мне часто говорят, что вот там в Toyota без болгарки не залезешь. Ну потому что здесь в принципе ничего-то и не делалось. Если тут постоянно шататка учелась. Так тут все нормально было бы. Ну в общем вот. Сами делайте выводы. Покупать такую машину не покупать. И что с ней делать дальше. Всем пока. Смотрите другие мои видео. Там тоже есть много интересного. Подписывайтесь на канал. Все пока. Субтитры сделал DimaTorzok